То изменилось внутри ВСУ в последнее время. Народ, общество читают публикации Марьяны Безуглой, которые сетуют на то, что сейчас главкома активно ведут по пиар-линии президента. То есть мы видим фактически такие же видосики, такие же фоточки. Ну, как бы президент куда-то едет на передовую, теперь новация такая. Залужный посетил одно направление, второе. И вот, собственно, собирается это все поедино. Да, и есть критики Безуглая, которые атакуют Залужного, она критикует. Она осетует на то, что фоточек с изможденными в грязи, в окопе солдатами Залужный не делает и ставит это ему, так сказать, в вину. Плюс, конечно же, сейчас, скажем так, обсуждается количество вооруженных сил Украины. Количество тоже качество. И как солдат видит вот эти, ну, скажем так, срачи в верхах? Ну, я за всех там ответить не могу. Здесь я выражаю субъективно свое мнение. Как вы понимаете, что люди, солдаты, бойцы, даже приняв один бой в одном окопе, они каждый видят его по-своему. Ну, что говорить уже о глобальных таких вещах. У каждого свои политические предпочтения и тому подобное. Сейчас я выражу сугубо, ну, мое субъективное мнение. Так вот, оно заключается в том, что Безугла не такой уж фрик, как кажется. Ну, у нее иногда проскальзывают очень здравые мысли, прям вот, о которых другие предпочитают не говорить. Это, во-первых. Во-вторых, ну, да, Залужный, наконец-то, нанял пиарщика, да. По сути дела, по мнению некоторых людей, скажем так, он им и был раньше. То есть вот эти улыбки, вот этот позитивизм какой-то, ну, во время полномасштабной войны, когда наши потери там ежедневно иногда исчисляются достаточно такими немалыми цифрами, не буду их называть. И здесь такой весь на позитиве, там, какие-то там футболочки Месси, там, подписанные журналы и тому подобное. Но это лично для меня, сугубо лично, да, это выглядит немного странным. И если тот же самый Сырский, он, по сути дела, по крайней мере, по видеоотчетам спиритка не вылазит, да, и я знаю людей, которые, он, говорят, ну, даже о нем, там, у них сложилось, ну, может, там, не самое в силу определенных обстоятельств позитивное мнение, но они говорили, он не трус, ну, о Сырском. То есть он, говорит, с нами выезжал вплоть до крайних позиций, он там смотрел, что происходит, потому что был инцидент там в районе, ну, эти инциденты не прекращались во время сражения за Бахмут, Солидар, когда отсутствовала, как таковая, нормальная коммуникация между заходящими в зону ответственности там подразделениями. И очень часто многие командиры избежать каких-либо наказаний, ну, там, взысканий по служебной лестнице давали очень часто недостоверную информацию, то есть о том, что вот там есть позиции или там, и когда мой очень хороший товарищ, которому я абсолютно доверяю, он сказал, говорит, я ему, ну, в лицо говорю, там нет позиций, там, то есть какие-то две ямы вырытые и мусорная, вообще там мусорная яма, еще одна. То есть он, говорит, мне на слово не поверил, но со мной сел и поехал и убедился, ну, то есть это уже о чем-то говорит, вот, то есть я не буду там уже затрагивать тему, что Зеленский как бы молодец в этом плане, к нему очень много вопросов, как бы, и его кадровая политика оставляет желать лучшего, как и Залужного в том числе, Залужного даже еще хуже, ну, на мой взгляд. Но суть в том, что, да, вот начался пиар, и я писал пост у себя в Телеграме о брифинге Залужного, который, ну, меня вызвал немного такое, как печальное, да, впечатление. И, ну, с нами говорил через этот брифинг, лично я увидел не боевой генерал, который думает о войне, я увидел генерала политика с долгоиграющими политическими амбициями. Да, он корректно выдержал всю этику разговора, да, он все говорил доходчиво, но все, что я услышал, типа, я за все хорошее, против всего плохого, вот, мобилизация, это не ко мне, я как бы, мы защищаем гражданских, но вы давайте там гражданских нам сюда и делайте их военными. Ну, то есть, как-то, ну, очень странно, то есть, я не увидел, что человек именно живет войной. Человек, как о нем говорят, да, что он с утра до вечера об этом думает, то есть, я считаю, мое сугубо личное мнение, если генерал думает сугубо только о войне, он, его не интересуют его какие-то отношения к нему в обществе, его не интересует его рейтинг, его интересуют ресурсы человеческие, технические и результат на поле боя. Вот это его должно интересовать, только это. А результат на поле боя говорит сам за себя. Ну, то есть, Deep State, опять же, какие-то те же самые, даже у нас сейчас все записывается, то есть, GoPro, и когда этих видео с фронта, да, даже там, если не наступательных операций, то оборонительных, когда все засыпано трупами противника, это лучше пиар, я считаю, так. А не вот это вот все, как говорится. Поэтому, ну, чуть-чуть он идет, ну, не по стезе военного, это сугубо. Я вижу в нем крупную политическую фигуру в будущем, да. Он, то есть, он харизматичен, он интересен, он волевой, то есть, на Западе он котируется, но генерала, как его там называли, генерал Победы, я в нем не вижу. Это мое мнение. А с полей, с полей, как, что я могу сказать? Опять же, у каждого мнение разнится, с ребятами общаемся, да, кому-то, ну, у нас такая патовая достаточно ситуация. То есть, с одной стороны, я понимаю людей, которые не хотят идти воевать, умирать просто, потому что на данный момент для нас армия, это равно уже для многих, ну, в их представлении, ну, либо смерть, либо увечья. Потому что эти десятки, сотни записей с фронта целыми ротами или взводами, когда говорят, ну, ребята, нас, как бы, пустили на бой. И это, иногда это просто люди, ну, как бы, не имея знаний, опыта и обученности, а иногда это даже, я знаю случаи, это серьезные люди, которые говорят, ну, извините, мы, там, готовы идти воевать, но воевать, а не головой в забор биться, как бы, зарабатывая для кого-то звание, там, а вот это вот самый настоящий анти-пиар. И, как бы, ты тут уже какие, там, пиарщиков не набирай или не рекламируй контур-наступ, там, или еще чего-то. Это, говорит, более весомо. Поэтому, ну, для многих, конечно, ребят, которые уже, там, воюют, кто-то, там, ну, единицы, кто два года, да, кто-то более свеже мобилизованный. Ну, тут, и я, опять же, так же утверждаю, ребята, будьте честны перед самими собою. То есть, если вы не хотите идти на передовую, почему? Потому что вы не хотите воевать за страну, ну, это, как бы, странно, ну, лайкать, там, типа, херсонские арбузы, да, там, и лето в Крыму. Это уже лицемерие. Если вы не хотите идти воевать в ту армию, в которой сейчас, ну, как бы, мягко сказать, не все идеально, то, ну, выходите, я не знаю, на Майдан, там, пишите петиции, требуйте ввести ответственность командному составу. А так у нас получается, опять же, наш борец с папыровой армией, он заявлял, нужно, приказы сначала выполняются, а потом обсуждаются. Ну, нужен нам боевой, командирам нужен боевой иммунитет. В итоге, чтобы они не сделали, они у них боевой иммунитет, а когда ты обычный солдат, то у тебя никакого иммунитета нет, и ты после суицидальной, там, какой-то атаки потом задай вопросы, на которые тебе никто не ответит. И, естественно, ситуация такая, если не идти, не мобилизовываться, то нас реально оккупируют, но если кто-то это не понимает, мы системно проигрываем, ну, то есть это факт, системно мы проигрываем. И КАЦАПы более мобилизовались, я не скажу, что они сплочены как нация, потому что там, в принципе, как такой нации её нет, но они на уровне государства, у них как бы вектор принят правильный. У нас же, наша всегда сила была, это консолидация общества, а сейчас его нет. Ну, тогда надо быть честными перед собой. Если вы не хотите идти мобилизовываться, менять людей, дополнять их, то даже о помене не идёт речь, тут нужно доукомплектовывать подразделения. Ну, а если нет, значит, вы готовы капитулировать. Ну, и ситуация такая, я же говорю, я не как судья, для этого там суды есть. Ну, действительно, сложно. Если мы не дополним ряды ВСУ, не доукомплектуем их, то что, мы проиграем. Ну, а с другой стороны, ну, а кто здравомыслящий хочет идти в то место, где царит бардак, хотя есть все инструменты, чтобы там был порядок, если убрать кумовство там, и как бы так. Поэтому, ну, мнение у всех разное, но те, кто воюют и настроены воевать, как, хотят порядка, потому что хотя бы в армии порядка. Ладно, там политический истеблишмент может между собой грызться, но внутри, как бы, армии, это, по сути дела, страна в стране, где можно это быть, как бы, я не знаю, даже каким-то зеркальным отражением в этом плане, как культура, да, своя. Когда люди увидят, что в армии больше порядка, чем в целом стране, они даже, наоборот, некоторые захотят быть частью той системы, где все регламентировано, все честно, правильно. Ну, это, как бы, вот мое мнение и ряда там моих побратимов. Историк, вы как, ну, военнослужащий из 14-го года. Ответьте мне, пожалуйста. Ну, я добровольцем, добровольцем был с 14-го, 14-го, то есть 17-й год я был добровольцем, без документов. Да, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, ТЦК, это ВСУ? Ну, я так понимаю, наверное, это часть же системы военной, это ж не ЖКХ какое-то, то есть у них военные звания, они непосредственно предпорядковываются там, вышестоящим командованием. Я так понимаю, это часть, да, сбройных сил Украины должна быть, по идее. Что происходит с этой системой мобилизации? Потому что и у меня на канале там военные эксперты и политические эксперты, они говорят, что вот эти блокпосты, вот эти, не знаю, там, видео, как там крутят деда какого-то, да, вот на мобильном блокпосту, как заходят в автобусы, маршрутки, но это все порочит, собственно, звание, высокое звание военнослужащего вооруженных сил Украины. Смотрите, вот это все, это следствие, следствие того, что происходит в армии. То есть мы говорим там о вершине айсберга, да, но, по сути дела, не затрагивая основную тему. То есть, если уже разбираться системно, то все вот эти, так сказать, принятия в грубой форме людей в лавы ЗСУ, все следствие того бардака, который, ну, происходит в армии. И когда кто-то там, опять же, из военнослужащих, даже тех, кого я очень уважаю, есть там бригада, которую я, ну, максимально пиарю там, ну, хотя не взаимодействую с их там штабом, с их управлением, там бригады, там у меня товарищи, друзья только. И вот даже они, мной много уважаемые, там вот тему этого бардака как-то, ну, вот, очень обтекаемо затрагивают. А некоторые вообще, ну, в принципе, военнослужащие, особенно офицеры, да, там, которые на КСП где-то находятся, они-то клеймят всех ухилянтов и тому подобное. Ну, я, как бы, человек, который за свою страну, как бы, повоевал и добровольцем, и военнослужащим, и отдал за это часть своего здоровья, причем весомую. Мне, с одной стороны, конечно, это все неприятно. С другой стороны, ну, если мы говорим о проблемах, давайте говорить о них комплексно. И тот же самый, вот, мною, тот же уважаемый, я его лично не знаю, но как грамотного человека, это есть Артигрин, он часто там тоже, ну, как бы, регулярно, скажем так, дает интервью, очень содержательное и грамотное. И, как бы, он также касается, вот, он касается, да, этого вопроса о феодальных, его это термин конкретно, о феодальном отношении к солдатам. И вот он у меня, как, знаете, вот, продублировал то, что у меня было в голове, когда он, говорит, я видел, когда в самом начале валили толпы добровольцев, и как к ним относились сразу же кадровые офицеры. Я хочу сказать, это было очень пренебрежительное отношение. Не все, я не говорю обо всех, но это очень много было. И здесь даже не чувство собственного достоинства, как тут я такой прекрасный пришел воевать за страну, потому что все люди разные, очень многие там приходили с гражданки за границей, и у них там свое видение, да, там войны какое-то там совсем странное, да, их надо ставить в рамки. Но, с другой стороны, здесь уже плоскость не чувства собственного достоинства, а жизни, когда люди, опять же, начали видеть абсолютно, ну, извините за выражение, головожопные какие-то принятия решений. Ну, а не просто, я об этом у себя на канале говорил еще больше года назад. Вот, но меня клеймили там некоторые, что я там агент ФСБ и тому подобное. Прошел там год, больше, и об этом кричат уже с каждого утюга. И те, кто меня клеймили, я сомневаюсь, что сами-то побежали в ТЦК. Поэтому суть в чем? Суть в том, что у нас есть очень много системно нерешенных проблем внутри армии. Но все инструменты у них есть. Посмотрите на ЗОУ, посмотрите на 3-е ОШБ. Почему там нет кумовства? Почему там нет недоученных, недообученных солдат? Нет, ну какие там, возможно, там прецеденты есть. Ну, это жизнь, это война. Но системно там есть запрос на победу, запрос на результат. И они его воплощают. То армия это настолько неповоротливая машина, настолько это у нас совковщина. И, опять же, вернусь к отношению к солдатам. То есть, когда нас по новостям говорят, там, по фабрике новым, там, что там жизнь наша солдата, каждого солдата в Сене, в том числе Зеленский, да, об этом говорит, ну, либо он лицемер, так же самое, либо он чего-то не знает. То есть, я знаю десятки, я сам на себе это проживал, когда тебя просто посылают, вот просто с какой-то, я же говорю, такой циничной улыбкой на лице выживешь, не выживешь. Ну, это просто на голову не... И ты понимаешь, что, да, Раны, ты там защищаешь Родину, ты пришел на самых возвышенных патриотических началах, а по факту к тебе внутри армия — это часть государства, это для солдата, это и есть государство, это лицо государства, он видит отношения к себе. Ну, и, естественно, эти люди звонят домой потом, которые повезло остаться после какого-то, я же говорю, мясного штурма там, условно, и либо вообще какого-то бредняка, который у нас в учебных центрах находится, что нельзя там порядок навести? Да это было бы желание. Вот, и порядок будет по подготовке солдат. И, ну, и все. Есть, да, там хорошие инструктора, ну, а есть и не хорошие. Ну, так это цена, это человеческая жизнь, недообученность. И в итоге мы получаем кучу проблем, огромное их количество, нерешенных, потому что, ну, как бы совковые наши командиры не хотят их решать, рассказывают, как это зовут. Там один тоже, он когда-то там был в политических движениях, я его не буду имя, фамилию называть, и вот он оказался, мне там скидывали его статью, он на данный момент какой-то инструктор по тяжелым пулеметам, я там вообще так удивился. И он, как бы, времен Порошенко, и он вот залужный. Это, как бы, там, ну, чуть ли не полубог, и он понимает, он не хочет нарушать эту всю систему, он понимает, как это все. Я, честно, я это почитал, и мне это, ну, в моем мозге поместилось. Почему, опять же, повторюсь, третья ОШБР, почему АЗОВ? Это все могут сделать, а у нас на уровне государства это не могут сделать, ну, на уровне армии, да? И в итоге мы получаем, а теперь, как бы, резюмируя эту идею, ну, то есть мою мысль, у нас куча проблем, которые не решаются, провальные командиры, которые не привлечены к ответственности, не за проваленный там бахмут, солюдарный, за то, что, я же говорю, за этот контур наступ, это отдельная тема тоже, оказывается, ну, никому не было понятно, что 20 километров минных полей, тысячи в пиведронах, с которыми, ну, с рэпом не решен вопрос, и для них эта новость устала, что он не получится. Ну, может, у вас с когнитивными способностями какие-то клинические, товарищи командиры, вот, и никто не наказывается, ни с кого нет спроса, а люди звонят домой, они звонят родственникам, они говорят. Я там в Дисне, говорит, ну, вот как мне человек звонит, говорит, это вообще трэш. Говорит, у меня в палатке там сколько-то человек, все кашляют, один вообще, говорит, какой-то туберкулезник. Говорит, занятий толком нет. С кем-то созваниваюсь, он, ну, там, ребята, кто ДШВшники, после ранения на восстановление были, вот, он проводил занятия. То тот старался, он там созванивался, даже консультировался, что, как правильно провести. Вот, вот он душу вкладывал. И, опять же, он говорит, вот ДШВ я готовлю, ну, десантников. Говорит, и один из инструкторов там то ли в отпуск ушел, то ли заболел с другой роты, да, которую он обучал. Говорит, они пришли ко мне, и они не знают ничего. Ну, то есть, говорит, я им там объясняю, как холоститься, то есть нормально, не говоря уже о тактике. То есть, и в итоге, два года войны, проблемы не решаются системно, нету взаимодействия, то есть, вот это распиарено, наше, типа, НАТО, это там наш. Да к сержантам вообще там не прислушиваются побольше. Я, ну, в общем, картинки говорю, там кто-то наверняка скажет, да у нас сержантов все слушают. И хорошо. Я говорю в целом о картинке. И у нас, получается, зыги, как не слышали, так и не слышат. То есть, сержантов, там, командиров взводов, то есть, командиры батальонов, бригад классные, дают отчеты наверх, все им довольны. То есть, и что два года, почти уже два года полномасштабки, это приводит же, естественно, к огромным потерям. И что мы имеем? Естественно, ТЦК действует, ТЦК, они, ну, вполне, в этом плане, как бы, логичны. Потому что люди не хотят идти, а люди надо. Ну, ты ж не будешь фиалками закидывать их и там зазывать или те дебильные ролики, как снимались, что не бойтесь обновить данные в ТЦК, мальчик там стоит, ныряет в воду. Но, честно, это, ну, для, у Кацапа, может, там, типа, своих не бросаем, и куча роликов, как они реально бросают своих, там, умирать, там, подыхать на поле боя. Ну, то есть, для Кацапа, может, это пролезет, но у нас это не пролезет, этот, ну, это такое дешевое. То есть, наводите порядок, там, впаяйте, там, 10-15 лет каким-то этим, так, нерадивым командирам, которые подвели к потерям, к смертьям и провалам на фронте. Вот, сделайте это, большое дебное заседание, осудите этого командира. И люди, вот это будет пиар, это будет хорошо, люди будут понимать, что какой-то порядок наводится, над этим работают. Вот это будет хорошо. А это все, ТЦК, это что, это военные, им сказали набрать людей, они их будут набирать, впухают. То есть, их не интересует, хочешь ты или нет. Не сможешь, заставим, не хочешь, научим. Ну, вот и все. Поэтому, как бы, делать ТЦК, это проклятием нашего, там, общества, или еще нельзя. Это лишь вишина айсберга. Да, интересно. Ким говорит, ухэлянд, сиди дома, ну, как бы, не будешь кайфовать ты, да, если, если не хочешь выполнять то, что другие. По сути, вполне нормальное заявление, то есть, несовершенность. Я так же самое, я имею сейчас набор проблем, какой-то, да, ну, я думаю, все мои подписчики, кто там читает мой блог, я это не скрываю, кстати, на финальной уже стадии, вот, обещали уже выдать какое-то там решение, по мне, наконец-то, я уже всех задолбал. Но суть в том, что если я шел на конфронтацию, там, с командованием, или еще каким-то, отстаивая свои права, я понимал все риски. Я о них не жалею, потому что я считаю, ну, и это, к сожалению, большая проблема, что украинскому солдату, инициативному, здравомыслящему, ему приходится бороться не только с врагом внешним, Кацапом, но и врагом внутренним, в лице его непосредственных командиров, в лице ВЛК, когда ты приходишь, как в моем случае было, и врач говорит, мы сидим очередь, по номеркам, по талончикам, он выходит и говорит, меня на консилиум вызвали, ушел, мы сидим 2 часа ждем, потом один пошел в регистратуру спросить, она говорит, так он домой ушел. Ну, и ты сидишь, как бы, а некоторые едут в этот киевский военный госпиталь, там, за 100 километров, и он сидит и говорит, вы что, издеваетесь, я если сегодня не пройду врача, говорит, мне там завтра с азычи, он впаяет за то, что я, типа, вообще тут потерялся. И они говорят, ну, идите там, блин, туда, в отделение, тогда к дежурному, и это в лучшем случае, если он еще примет, если его ты найдешь. Поэтому, ну, вот, это комплекс, это ряд проблем, которые нужно решать, а люди военные, которые думают только о званиях, идти вверх, их это не интересует, такое ощущение, что они не понимают вообще, что если мы проиграем, то они поедут там на 10-15 лет, только уже там во Владимирское, ИК номер 2, и там будет значительно хуже в Рашке, чем здесь даже. Понимаете, вот в это, это проблема. То есть, нет понимания какого-то, нет взаимодействия. То есть, и плюс еще, вот, политические амбиции военных, это, конечно, причем, ну, во время войны, такие достаточно, я не понимаю. то есть,